Всем привет, друзья! Это Рафинат Саунд. Во-первых, сразу хочу сказать, что очень непривычно видеть вас при дневном свете. Но теперь это будет гораздо чаще, потому что это не важно. Во-вторых, я записал уже второй сэмпл-пак, на этот раз с барабанами. И сегодня я покажу, как я это сделал. Идею эту я уже давно вынашивал, потому что, во-первых, хочу сделать очень большую коллекцию всяких сэмплов, которые я сам собственными руками сделал, потому что интересно. Ну и поскольку я постоянно испытываю дефицит инструментов, мне хочется больше, больше и больше, поэтому я решил, надо, сделай сам. Сэмпл-пак уже, естественно, доступен для скачивания, поэтому просто переходите по ссылочке в описании, скачивайте либо платную, либо бесплатную версию, либо еще и гитара, там. Короче, это не важно. Давайте пройдем. Для записи всего этого добра я использовал вот этого самого старичка, Scarlett Studio CM25 первого поколения. Кстати, обратите внимание на двух этих красавиц, скоро уже будет обзор. Сам процесс записи достаточно нехитрый, просто подключаете микрофон в звуковуху, ну, как обычно это все делается, там, выбираете, значит, у FL Studio или где работаете ваш микрофон, и начинайте записывать, произнося всякие нечеловеческие звуки в микрофон. Чтобы получилась приблизительно вот такая вот картина. Как мы видим, что у нас получилось? Несколько дорожек, в которых я поназаписывал разные звуки. Это я делал несколько подходов, естественно, потому что, ну, не могу я сразу выдать такое количество всякого непонятного, чтобы потом, значит, все это обрабатывать. Я записывал поэтапно. Сначала, естественно, кик, потом снейр, потом хэты, потом открытые хэты, потом перкуссию, и потом некоторые эффекты, но их совсем там немножечко, потому что нафиг они нужны, в общем-то. Не с первого раза получалось произносить одинаковый звук, именно тот, который я хочу, поэтому, естественно, что-то лишнее мы просто вырезаем, допустим, и удаляем. Ну и по большому счету, естественно, нам нужно все вот эти вот сэмплы отделить друг от друга, чтобы получилось огромное количество. На первый взгляд, все это похоже на обычный битбокс. Ничего особенного в этом нету, но моя задача заключалась именно в том, чтобы сделать эти звуки абсолютно непохожими на то, что может человек ртом воспроизводить. Соответственно, основная часть у нас лежит на обработке. Сейчас мы попробуем это все сделать. Вот у нас, допустим, первая дорожка. Мы делим ее сразу на части, как я сейчас показывал. Чтобы лишний раз не геморроиться, мы можем попутно сразу делать эти сэмплы уникальными, поскольку нам надо будет их разбивать на разные дорожки микшера. Естественно, не получится, если это все будет одним и тем же файлом, просто разрезанным. Вот такая ситуация у нас получается. Пять сэмплов у нас получилось, что здесь, что здесь, как мы можем заметить. И теперь можно назначить их все на дорожке микшера. Выделяем просто их двойным щелчком и зажимаем вот сюда. То, как это звучит сейчас, нас, естественно, не устраивает, потому что понятно, что это все было, так сказать, не пропето, но понятно, откуда звук шел. Соответственно, первым делом мы берем эквалайзер. Убираем немножко лишних верхов, например, и прибавляем внизу. Мы можем сделать такую маленькую хитрость, которую я постоянно пользуюсь. Заходим в настройки и вот здесь вот прибавляем громкость на максимум. Накладываем сюда soft clipper и ограничиваем его максимальную громкость. Для того, чтобы немножко еще исказить звук, мы можем, опять же, понизить его. Выбираем режим stretch и понижаем, допустим, ну, неважно на какое количество. Также можно добавить немножко перегруза. Приблизительно какая-то такая у нас ситуация получается. В принципе, то же самое можно проделать и с остальными сэмплами. Единственный момент, что кроме просто вот этой вот обработки, мы можем их еще и за лейри. То есть наложить друг на друга, как-то по-особенному обработать, что они станут вообще неузнаваемыми, а звук станет еще богаче. Это тоже я делал. Допустим, есть у нас вот такой вот звук, который тоже можно отнести к кику, но он слишком слабый. Можно его нормализовать и наложить друг на друга. Естественно, перед этим мы сейчас как-нибудь его обработаем. Тот же самый soft clipper. Можно прям еще больше, получается, атаки так сделать, чтобы он совсем такой резкий был. положить сюда какой-нибудь сатуратор. Лишний мы обрежем. Нас интересует только вот эта вот первая часть. И теперь вместе посмотрим, как это все звучит. Вот можно услышать, что появился вот этот вот самый щелчок. То же самое, естественно, мы проделываем с остальными сэмплами, пока у нас не получится вот такая вот ситуация. В моем сэмпл-паке получилось 17 вот таких вот киков, которые были обработаны прям сильно-сильно. И 17, которые менее обработаны. Вот с такой вот первичной обработкой, которую я сейчас вот изначально показывал, чтобы можно было собственноручно как-то поковыряться, если кому-нибудь это понадобится, поковыряться, обработать их как самому захочется. Ну и главный вопрос, естественно, как это все вообще на практике звучит. Потому что, да, это может быть все красиво и замечательно, но когда инструменты добавляешь к этому всему, то, возможно, это все никак не звучит. Нет, сейчас вы все услышите. Я написал маленькую демку. Итак, он загрузился наконец-то. Первым делом хочу рассказать о том, что, естественно, сначала я построил здесь партию ударных. Она здесь на протяжении всего трека одна и та же. Ну, поскольку он, опять же, небольшой, у меня получилась эта же демка все-таки. Как у нас звучит их партия? Посмотрим, что у нас в микшере. На первой дорожке у нас два хета закрытых. Никакой обработки у нас не происходило с ними, поскольку давайте посмотрим, допустим, по эквалайзеру. В принципе, этого достаточно. Никакие низкие частоты здесь не мешаются. Ничего, короче, не мешается. Этого достаточно. Далее. На следующей дорожке у нас сразу одновременно и какой-то снейр, и какая-то перкуссия, и какой-то открытый хэт. Еще один снейр, на котором только реверберация. Во всем треке у нас только один кик. Никакого наложения я здесь не использовал. Только, опять же, проверенную схему уже софт-клипер и эквалайзер. Дальше у нас небольшой спойлер. Я готовлю еще и вокальный сэмпл-пэк. И, возможно, я тоже расскажу, если вы захотите, как я его записывал. Это у нас сэмпл вокала. Ну, здесь, понятно, у нас какая-то страшная история происходит, но не об этом речь сегодня. И последнее из сэмплов, что здесь используется, это вот этот вот реверс. Ну, это нагнетание такое вот. Здесь у нас эквалайзер, стерео шейпер и ревер. Ну, естественно, как оно все вообще звучит-то мы еще не слушали, поэтому... Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такой у нас трек получился. Проект этот тоже можно будет скачать по ссылочке в описании. Ну, и, естественно, так же, как сэмпл-паки. Я надеюсь, вам все понравилось. Естественно, пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Инстаграм, все дела. Ну, вы все помните, короче. Спасибо, что смотрели. Всем пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok